Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. Карагандинские депутаты подвели итоги хода благоустройства и зеленения города. Свои претензии они высказали на заседании с участием представителей власти. Однако некоторые чиновники народных избранников проигнорировали. Все подробности в репортаже Ирины Камышовой. Педофил в Михайловке, жители дома 93 улицы Западной, спугнули маньяка о том, как это было, смотрите в репортаже Амини Смаковой. Карагандинские депутаты Проститься с товарищем собрались видные деятели искусства, представители городской и областной администрации. Каждый из них выразил свой скорбь. Его охарактеризовали как человека слова и дела. Коллеги Марика и Машева, пришедшие на траурный митинг, вспоминают времена, когда он был директором одного из известных типографий. Сложные для города времена он умел держать в руках производство и коллектив, всегда входил в положение людей и не отказывал в помощи. Он был замечательным человеком, прекрасным семьянином, заботливым отцом и дедом. И сейчас, обращаясь к его родным и близким, я еще раз хотел бы в эту трудную для них минуту высказать глубокие искренние соболезнования в связи с постигшей их тяжелой утратой. В Караганде ищут педофила. Сотрудниками полиции уже составлен фоторобот преступника, который на прошлой неделе пытался надругаться над пятилетней девочкой. Лишь благодаря бдительности горожан злоумышленнику не удалось совершить преступление. Подробнее в сюжете Амины Смаковой. В этом самом подъезде неизвестный пытался изнасиловать пятилетнего ребенка. Жители этого дома помешали педофилу совершить преступление. Сотрудниками полиции накануне уже был составлен фоторобот преступника. По информации педофила спугнули жители дома, однако свидетели на камеру что-либо говорить отказались. Люди говорят, что в этот день якобы ничего не видели и не слышали. Я ничего не слышала. Я ничего. Внук заходит и говорит, мама, баба, здесь милиция. Говорит, подъезды сказали, ну не дотрагиваться до перилом. Все. Я ничего не видела, не слышала. А вот эта девочка, она откуда сама? Ничего не знаю. Девочка сидела на... Это внук мне сказал. Девочка сидела на лавочке. Вот и все. А он не видел никого мужчину? Никого он не видел. Никого. Михайловский отдел полиции, который прислал ориентировки преступника от комментариев, тоже отказался. Почему правоохранительные органы не посодействовали и не рассказали подробности, дело непонятно. Педофил пока еще не найден. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов. Первый. Карагандинский. Перейдем к другим новостям. Чиновников обяжут взять под особых контроль посадку и содержание зеленых насаждений Караганды. Депутаты несколько дней выезжали в районы города посмотреть, как озеленяется шахтерская столица. Итоги подвели накануне на совместном заседании постоянных комиссий. Здесь подняли все проблемные вопросы. К слову, нареканий у народных избранников оказалось немало. К какому результату пришли, узнавала Ирина Камышева. По 27 миллионов тенге на два района Караганды выделили в этом году на посадку и содержание деревьев. Посадить посадили, а ухаживают недолжным образом, заключили депутаты. Планов посадки нет, проектные работы отсутствуют. Специфику почвы тоже никто не изучает. Оттого и озеленение Караганды проходит с сомнительным прогрессом. Надо уже в каждой грунте, в кислой грунте одни травы, в смысле сажать деревья, значит, менее щелочные, значит, щелочные другие. То есть, здесь обязательно учитывать надо уже физиологию, химию, значит, саму земли. Один из участников заседания – известный общественник Дмитрий Бойко. Он поднял один из актуальных вопросов. Кто позволяет застраивать город так, что деревьев в нем становится все меньше? Почему чиновники не сохраняют то, что имеют, закрывая глаза на вырубку многолетних насаждений? Я бы просил выяснить, почему вопреки решению сессии городского насеката, представителей народов, идет вот эта застройка, центр города, точная застройка. Кто виновен в этом? И проинформировать людей. Вопрос оказался риторическим, потому тема так и остается открытой. Тем временем чиновники уже подали бюджетную заявку на следующий год. Власти просят увеличить финансирование на посадку и содержание деревьев почти в три раза. Обещают, количество обслуживаемых улиц и высаженных деревьев увеличится. Мы просим в бюджете на следующий год 64 миллиона на содержание этих улиц. Как уже вы поддержите или не поддержите? Ваза зависит от города, от возможности, скажем, бюджета. То есть мы запросить, мы просим, чтобы в следующий год 41 улица уже обслуживалась с учетом посаженных деревьев в этом году. Заместитель Акима района имени Козыбек-Би отчитывался перед депутатами, в то время как представители Октябрьского Акимата и вовсе не явились на заседание постоянных комиссий. Народные избранники заключили. Исполнительной власти необходимо взять под особый контроль зеленую ситуацию в городе, а также разработать проекты посадки деревьев. Просто мы монетаристически сажаем, хочется нам здесь посадить, понимаете? Но не изучая химию почвы, условия окружающей среды в этом районе, то есть газованность, ну всевозможные факторы, влияет, поймите правильно. Я говорю, почему вы правильно говорите? И второй вопрос уже, это уже национальное использование бюджетных средств. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Партийцы и чиновники ознакомились с ходом реализации программы модернизации ЖКХ. Сегодня представители власти посетили многоквартирные дома Караганды, которые уже капитально отремонтированы по госпрограмме. Что было и что есть, разницу можно увидеть невооруженным глазом. Сюжет Амина Смаковой. Давайте посмотрим модернизацию. Так, мы уже начали благоустройство, мы еще не посмотрели. Один из домов по проспекту Бухар-Жирау отремонтирован, но пока еще не до конца. Однако преображенный вид пятиэтажки уже можно разглядеть. В подвале дома заменили канализационные трубы, подъезды благоустроили. Вместе с партийцами в рейд по домам участникам программы модернизации ЖКХ вышли жилищные инспекторы. Что сделали и что еще предстоит сделать, увидели на местах. Сегодня мы проехали на приемку домов Карбышева 5. Там были заменены лифты, то есть два подъезда. И Бухар-Жирал 31. Здесь была заменена кровля, то есть установка АТП, то есть и все замены коммуникаций. То же самое сейчас поедем на Голубые пруды, там тоже в двух подъездах меняются лифты. План программы модернизации ЖКХ помогает не только благоустраивать дома, но и налаживать взаимоотношения между местными властями и жителями, уверяют чиновники. Люди высказывали свои претензии и пожелания касательно выполнения ремонтных работ. Коммунальщики все принимали во внимание. Сегодня здесь в Казабикбийском районе по Бухар-Жирау 31 здесь идет модернизация полностью дома. Начинается, меняются отопления, канализация, здесь идет ремонт здания. И вы знаете, что будет и благоустройство Акимата, там где идет модернизация ЖКХ, обязательно благоустройство двора. Амина Смакова, Руслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганды-Су внедрили систему GPS-мониторинга транспорта. Таким образом, диспетчеры компании услугодателя смогут следить за передвижением своего транспорта и техники, которые выезжают на устранение аварий на водопроводных и канализационных сетях. Систему презентовали сегодня журналистам. Вот весь список, он расписан по участкам, где какая машина. Здесь, допустим, вот она активная машина, сейчас находится трактор, находится на улице Шорса. Виктор Круглов, сотрудник компании Караганды-Су, знакомит с работой новинки. GPS-трекер теперь установлен в каждом транспортном средстве компании услугодателя. Так, без труда, в режиме реального времени можно отслеживать, где находится техника и что она делает, стоит или работает. Системой слежения уже оборудована около 80 экскаваторов и тракторов. Кроме того, в центральной диспетчерской установили оборудование и программное обеспечение для гидравлического системного контроля. Диспетчер по этой стене видит показания в реальном времени на конкретном участке. Может определить давление, посмотреть и, соответственно, принимает решение, направлять туда бригаду для поиска аварии, либо не хватает по какой-то другой причине давления. К слову, диспетчерскую оснастили по последнему слову техники впервые с момента основания компании. Системы гидравлического контроля и GPS-мониторинга компания Караганды-Су приобрела в рамках инвестиционной программы и с вводом в действие нового тарифа. Центральная диспетчерская служба – это оперативное сердце предприятия. Именно сюда поступает вся информация о выполненных работах, об авариях, о гидравлическом режиме на сетях. Именно отсюда осуществляется мониторинг, контроль и регулирование гидравлического режима в водопроводных сетях города, водопроводных насосных станций, а также контроль за выполнением наряда работ. Основная функция Центральной диспетчерской службы состоит в анализе, обработке и предоставлении информации всем заинтересованным в этом органах, а также по предприятию. Детский учебно-здоровительный центр «Балдаурин» было отправлено 22 ребенка. Со всего Казахстана порядка 700 детей. Все они – отличники образования и школьные активисты. И еще мы познакомились с разными жасулановцами со всех областей нашей родины. В течение года я буду активным жасулановцем, чтобы поехать в «Балдаурин» еще. Кстати, на церемонию открытия очередного сезона прибыл министр образования Бахаджан Жумагулов. Каждый день в Центре, по словам детей, не был похож на предыдущий. У каждого ребенка был свой план на день. Конкурсные и игровые мероприятия, которые организовывали вожатые, запомнятся им надолго. Я очень много узнала в этом лагере. Я научилась ценить дружбу, уважать чужое мнение, уважать взрослых. Мне очень понравилось находиться в лагере «Балдаурин». Дана Асакаева сегодня встречает своего сына. Мальчик уже успел рассказать, насколько удивительным был отдых в «Балдаурине». Свежий воздух, спортивные состязания и хорошее настроение. Вот то, что нужно детям. Мы, как родители, очень рады, потому что дети приехали. Но по лицам наших детей особо не видно, что они рады, что они домой вернулись. Это говорит о том, что они не хотели возвращаться, потому что там очень хорошо. Это один из лучших лагерей. И нам это как честь, что мой сын поехал туда, отдохнул, прекрасно отдохнул. Именно попал на смену, именно как активных жасулановцев. Марк Дюшко, Кайрат Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит «Новости спорта». С ними вас ознакомит Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. «Новости спорта» через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Футбольные баталии в нашем городе. На полях стадиона «Шахтер» прошел блиц-турнир по мини-футболу в честь капитана футбольного клуба «Шахтер» Андрея Финочинга. За соревнования наблюдал наш корреспондент Сергей Журавлев. Турнир имени Андрея Финочинга проводится впервые. По словам организаторов, это первый, но не последний турнир, который они хотят учредить в будущем. Как говорит молодой организатор Нариман Аспанов, в организации есть ошибки. Но, несмотря на это, самим турниром он доволен. Откуда появилась такая идея, нам рассказал сам Нариман. По телефону просто с другом разговаривал, и как-то, ну, лето, каникулы, много планов всяких, которых охота реализовать. И как-то вышло просто, ну, в общем, планы хотели свои реализовать. Несмотря на дружескую атмосферу, на поле кипели нешуточные страсти. Борьба не прекращалась ни на секунду, как во время матчей, так и после. Временами доходило до стычек. Призы нашли своих обладателей, их вручал сам Андрей Финонченко. Команда с самым юным игроком Лужники заняла третье место. Второе место досталось Сареарке. Победителем же стали жители центральной части города команда Королей Клетки. Лучшим вратарем турнира стал голкипер Даниар Тулиубай. Лучшим игроком старинного футболист Жанебек Турунбаев. На самом деле, это для меня неожиданная награда. Я, честно, не ожидал этого. Но это, так можно сказать, как в большом матче забить финальный мяч, в финальном матче забить решающий мяч. Поэтому для меня это очень, так сказать, хорошо было, хорошее ощущение. А вот звезда караганинского футбола Андрей Финонченко давать комментарий о турнире отказался, ссылаясь на отсутствие времени. ДВД решил бороться с подростковой преступностью при помощи футбольного мяча. Правоохранительные органы организовали футбольный матч между подростками, состоявшими на учете. Основная цель спортивного мероприятия – сокрушить в детях желание связаться с преступным миром. Получилось это или нет, узнавали наши корреспонденты. Чтобы вернуть детей на путь истинный, ходить в школу, слушать родителей, стражи порядка, решили организовать для ребят футбольный турнир. Разбившись на две команды, подростки начали гонять мяч по полю. Победили, получили грамоты. Организовывается ряд профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в подростковой среде, в частности. Одним из методов профилактики является обеспечение досуга, правильного досуга среди молодежи, вовлечение их в массовые виды спорта, чтобы наши молодежи без дела не ходились. Сами футболисты игрой остались довольны. Трудные подростки надеются стать настоящими футболистами и занимать исключительно первые места. Мне нравится футбол, я уже давно играю. Примерно. Нет, а вот сегодняшняя игра как играет? Ну, нормальная. Нормальная. Но могла бы быть лучше. Почему? Чем? Ну, если бы мы выиграли и командно играли. Ну, это не первый, не последний же раз. Да. А мы сейчас еще за третье место будем играть, да? Еще две команды мы будем играть. Всех выиграем. По словам сотрудников полиции, такие соревнования для детей нужно устраивать регулярно, ведь на данное время, поясняет полицейский, растет показатель подростковой преступности. Амина Смакова, Асхата Абедулов, 1-й Карагандинский. С днем рождения Сарарка, Карагандинскому хоккейному клубу сегодня исполняется 7 лет. Именно в 2006 году Акимат Карагандинской области и департамент физкультуры и спорта приняли решение о начале нового спортивного проекта – хоккейный клуб «Сарарка». За прошедшую 7 лет команда завоевывала и чемпионский титул Казахстана, и две серебряные награды. Стоялась победителем открытого всероссийского соревнования по хоккею среди команд первой лиги дивизиона «Сибирь-Дальний Восток». Сарарка дважды принимала участие в континентальном кубке. А в этом году карагандинские хоккеисты впервые сыграли в обновленной высшей хоккейной лиге России. Тогда наша ледовая дружина установила рекорды ВХЛ и КХЛ по количеству побед. Грамотное управление, сильный тренерский штаб и боевой игровой состав сделали «Сарарку» флагманом казахстанского хоккея. На этом спортивные новости четверга подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас есть интересная информация по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман Саугомсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова